Эч, гей, сан! Отношение к занятиям предполагает уже то, что ребята имеют право носить кимоно. Отличительный знак настоящего борца. Миссия почетная и не менее ответственная. Поэтому и занимаются юные каратисты, как настоящие взрослые спортсмены, стараясь работать на полную выкладку в соответствии с режимом тренировки. Мы пришли, переодеваемся, сначала делаем разминку, потом тренируемся. Мы бьем руками резко, делаем блоки ими, нажимаемся, остановимся, делаем разминки, потом занимаемся всякими, делаем приемы, изучаем новые приемы, делаем их. Когда-то, как и эти малыши, пришел в спортивный зал Дмитрий Олегнович. Это сегодня. Стены его кабинета украшают огромное количество дипломов и специальных грамот. В детстве он, как и многие мальчишки, резвился на улице, придумывая для себя и товарищей увлекательные игры. Шло время, но детский энтузиазм к познанию всего нового не иссяк. Наверное, именно он помог обычному юноше стать каратистом с большой буквы. От мамы мне, конечно, передалась активность жизненная и подвижность, чтобы никогда не стоять на месте, что-то делать, что-то придумывать, изобретать, себя развлекать и окружающих. Это сегодня он с усмешкой говорит о том, как пришел на этот жизненный путь. Но многое пришлось преодолеть, закалить себя и свой дух, прежде чем стать настоящей личностью. Над этим работает Дмитрий Олегнович, воспитывая своих учеников во время тренировок и сборов. И пусть они, как он, в их годы не ходят босиком по крапиве, не делают марш-броски длиной 40 километров, закаляя волю и выносливость, но тренировка для бойцов как и шина – это возможность подняться на ступеньку выше, побороть самого себя. Поэтому каждый из тех, кто пришел в зал однажды, редко покидает его просто так. В 98-м или 99-м году того века, случайно как-то, не помню даже сейчас как, то ли объявление увидел, то ли что, что есть вот такая школа карате. Ну, пришел, понравилось. Ходил два года, где-то подрос. Потом был большой перерыв у меня, где-то лет 10. И случайно Дмитрия Дуазовича встретил как-то, ну, в городе. И он, ну, наверное, человек обладает все-таки одаренностью такой и убеждать других людей. Хотя уже возраст, в общем-то, скажем так, солидный. Но начал заниматься и вот уже четвертый год подряд уже, так сказать, трудимся, нравится. Ни возраст, ни социальный статус, ни род деятельности не могут преломить желание научиться быть сильным, выносливым, стойким, уверен руководитель Белорусской Федерации Кюкюсенка и Будо Карате Дмитрий Олехнович. И с года в год, изо дня в день, невзирая на погоду за окном, Дмитрий Эдуардович спешит на тренировки к своим ученикам. Он верит. Когда человек берется за дело и горячо верит в успех своего начинания, значит, ему все по плечу. Значит, все не зря. Пройдя большой жизненный путь, Дмитрий Олехнович благодарит всех тех, кто научил его быть самим собой, кто показал настоящую цену победы. Поэтому сегодня Дмитрий Эдуардович с гордостью говорит, я счастливый человек. У меня все хорошо. Я рад. У меня хорошие ученики, замечательные ученики. У меня никогда не было такого хорошего окружения среди учеников, тренерского состава. Никогда не было, как сейчас. Обстановка близкая к идеальной. Но это 25 лет труда.